Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами дирижер эстрадного оркестра Приморской филармонии, хорошо известный всем зрителям Владивостока и не только, Дмитрий Бутенко. Добрый день. Дмитрий Бутенко, дирижер эстрадного оркестра Приморской филармонии. Родился и вырос во Владивостоке, окончил Дальневосточную государственную академию искусств. Коллектив под руководством Дмитрия Бутенко был создан в 2014 году на базе губернаторского духового оркестра. В его составе одаренные музыканты, имеющие богатый исполнительский опыт. Эстрадный оркестр за короткое время сумел обрести свое творческое направление и постоянную аудиторию. В его репертуаре музыка, кино, известные эстрадные песни, джазовые композиции и многое другое. Давайте начнем с актуального. Вообще, ваш коллектив известен тем, что никогда не стоит на месте. Все время идет работа, какие-то новые программы, новые идеи от вас исходят постоянно. Что сейчас актуально, что в работе? Сейчас актуальна вообще, на мой взгляд, любая музыка, в принципе, да? Сегодня в работе у нас рок-хиты, музыка советского кино, хип-хоп, культура такая, значит, с оркестром, достаточно новая, ну, на сегодняшний день. И вот у нас совершенно недавно прошел концерт, который назывался «Все для тебя». Значит, именно эта песня... Это цитата не из... Это цитата именно из той песни, да, которая тоже была в этом концерте. И, как ни странно, очень удивительно, она тепло была принята зрителями, и мы исполняли там, значит, музыку 90-х годов, Добрынин, самоцветы группы. И достаточно все прекрасно получилось, и в новых аранжировках это совершенно по-новому воспринимается. Дирижер достаточно редкая, и очень интересная профессия в ней, как мне кажется. Я не музыкант и не дирижер. Иногда приходится совмещать достаточно полярные качества. С одной стороны, быть диктатором, с другой стороны, быть лояльным в каких-то моментах, быть и доброжелательным, и требовательным. То есть все зависит от данной конкретной ситуации. Вот как вам кажется, какой оптимальный набор качеств для успешного дирижера? Вы понимаете, тут очень такая тонкая грань, о которой вы сейчас говорите. Ну, вот это слово «диктатор», конечно, мне не нравится, безусловно, да, хотя я слышал уже это выражение в свой адрес. Но я таковым себя не считаю. Может быть, со стороны просто я себя не вижу. Но если не быть жестким, не быть требовательным, не быть мягким, не быть где-то лояльным, где-то суровым, где-то требовательным, то не было бы того, что мы имеем. Потому что это коллектив, и если Даш немножко слабены, это будет отражаться на качестве. И как в итоге мы потеряем зрителя, этого не должно быть. Потому что люди, которые приходят на концерты, они не вникают в суть дела, они видят конечный продукт, итог. Но они же не догадываются, что стоит за этим итогом. Поэтому стоит очень много. А как вам кажется, хороший музыкант, музыкант в широком смысле, неважно, вокалист, инструменталист или дирижер, это всегда трудоголик? По-разному. Есть талантливые от природы, есть трудоголики. Вот, допустим, то, что имею я, это, мне кажется, больше работа и желание работать, понимаете? Потому что, как правило, мне кажется, трудоголики, как мне кажется, это мое мнение, возможно, оно ошибочное, и тоже я с ним не совсем согласен где-то иногда. Мне кажется, что тот, кто упорством и целеустремленностью своей чего-то добивается, они добиваются больше, чем те, которым дано от природы. Потому что тем, которым дано, они, как правило, возможно, больше склонны к ленивому такому образу жизни, зная, что и так все есть. Известно, что у вас большая и очень лояльная к вам аудитория. И я сама лично слышала, что зрители очень рады и гордятся тем, что вы выпускник нашей Дальневосточной Академии Искусства. Почему-то зрителю это важно, что вы реализовываете здесь у себя на родине. И поднимаете наш здешний оркестр на новый уровень. А для вас важно, что вы реализуете себя именно здесь? Безусловно, это, конечно, важно. Если честно, я вам скажу, я настолько занят работой, что я даже об этом никогда не думал. Ну, наверное, раз действительно, раз я здесь работаю, раз здесь появился коллектив, да, после того, как я здесь появился, этот коллектив появился. Он не появился до меня, этот коллектив. Значит, наверное, это кому-то нужно. И, наверное, хорошо, что я именно здесь занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Потому что на сегодняшний день вообще в России, на сегодняшний день, качественных, профессиональных эстрадных оркестров, их около 4-5 всего. Это, естественно, Москва, там несколько оркестров, да, Санкт-Петербург и Владивосток. Вот я могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, вы даже можете это оставить, как цитату, что только во Владивостоке и в центральной части России. А вы в связи с этим востребованы как гастролирующий коллектив? Я знаю, что у вас не очень большой опыт, да, но вот в перспективе, например. Конечно, я с удовольствием бы хотел гастролировать, но пока таких у нас не было возможностей, потому что мы работаем здесь, в филармонии, на стационаре, и у нас концерт за концертом, концерт за концертом, в месяц по две программы. Как вы соблюдаете баланс между разными жанрами? Чем уникален наш коллектив, наш состав? Тем, что мы не останавливаемся на одном жанре, ну не жанре, как сказать, на одной тематике. То есть, если бы мы дома постоянно кушали один борщ, это было бы неинтересно и, наверное, скучно. Здесь сегодня мы можем играть музыку кино, музыку зарубежного кино, музыку советского кино, музыку репертуара оркестра Поля Марья, Джеймса Ласта. Ну, это, может быть, фамилия неизвестна, допустим, кому-то, но музыка эта вся на слуху. Мы можем играть программы «Романтик коллекшн», это «Элтон Джон», «Гэри Мур», «Стинг», «Мадонна». Мы играем программы «Диско». Сейчас у нас программа на закрытие сезона «Звезды Сан Рэма». Это был конкурс. Да, итальянский. Итальянский, да. И сейчас у нас закрытие с этой программой. Потом у нас открытие планируется сейчас, пока оно пока в стадии разработки. Называется «Мы из СССР» программа. Ну, там просто Антонов, там земляне, там такие будут хиты, там даже этот концерт можно серию концертов сделать, потому что один концерт, невозможно вместить в один концерт столько замечательных песен, которые мы имеем, наше вот наследие. А еще и джазовая музыка у нас два раза в год проходит, и джазовый фестиваль, и какие-то самостоятельные программы, и детские программы у нас проходят. Поэтому у нас от концерта до концерта мы не успеваем перенасытиться, что называется, этой музыкой. Музыкой какого-то одного, допустим, жанра. Музыка. А вот пока мы далеко не ушли от темы советской эстрады, я знаю, что у вас была личная встреча, знакомство с Александрой Пахмутовой. Ну, я не люблю, на самом деле, об этом рассказывать, потому что, ну, если есть необходимость, конечно, я расскажу. Когда я начинал заниматься творчеством, ну, оркестром, у меня не было никаких нот, вообще абсолютно никаких, и мне нужно было что-то играть, поэтому мне пришлось просто-напросто позвонить Пахмутовой. Я нашел ее телефон, позвонил Пахмутовой, потом позвонил Крылатову Евгению Павловичу, и мы с ним познакомились. И, ну, с Александром Николаевной у нас дружба протекает более отдаленно, потому что она постоянно занята, и я не могу так учать человека. Но я когда был в Москве, естественно, я был у нее в гостях, мы с ней общались, абсолютно уникальный человек, абсолютно простой, абсолютно доброжелательный. И такое ощущение было, как будто мы друг друга знаем сто лет. Также я был в гостях вот у Евгения Павловича Крылатова. Не суть в том, что я был в гостях, а суть в том, что я знаком был с этими людьми, абсолютно простыми и абсолютно невероятно талантливыми. Вот, то есть это такое редкое, на самом деле, качество, когда вот человек настолько добродушный. И до последних вот дней, пока Евгения Павловича не стало, мы с ним общались, и я даже когда был дома у него, он играл мне на рояле, ложкой снег мешая свою колыбельную, прекрасно недалеко, и я никогда не думал, что смотря эти мультики в детстве, тогда же мы еще этого не понимали, когда были помоложе, правильно, а когда уже стали старше, мы начинаем какие-то ценности по-другому воспринимать. Это, конечно, замечательно, но это то, что не купишь нигде. Скажите, а то, что вы сотрудничаете с местными вокалистами, довольно много, вот на нашем, не хочется называть это рынком, ну вот на нашем поле исполнителей, вокалистов, достаточно людей, которые хорошие профессионалы, крепкие, с которыми вам интересно? Конечно, их достаточно, и это замечательные вокалисты, это профессионалы, но с ними нужно работать со всеми, как везде, со всеми. Если ты что-то хочешь, чтобы было хорошо, нужно сделать это самому, поэтому каждый человек может сделать так, как он это видит, но это ребята профессиональные, то есть с ними можно работать, так в творческой индустрии происходит везде, со всеми. То есть у тебя сидит оркестр с высококлассными музыкантами, и дирижер все-таки что-то из них требует, ему все равно что-то не нравится. Так же и здесь, все с вокалистами, у нас есть из чего выбрать, это очень хорошо. Одна Люся Алексеенко, чего стоит, Валерия Качук, Антон Витовтов. Как бы всех не забыть, сколько у нас парней, которые пели рэп, это просто, они настолько талантливы. Дима Граф, Саша ПБ, Немотив, имена там сложно запомнить, Майк Би, поэтому у нас на самом деле вокалистов очень много. Светлая музыка льется, как вода, Звуки раздаются, льются голоса, Светлая музыка льется, как вода, Звуки раздаются, льются голоса. А вот люди попадают в эту обойму артистов, с которыми вы готовы работать как-то по рекомендации, или вы отслеживаете местный контекст музыкальный, где-то бываете на небольших площадках, которых у нас в городе несколько. Смотрите, слушаете. Как это случается? Случается, это совершенно по-разному. Вот как рэп-исполнители, допустим, я их вообще выискивал. Это такой был трудоемкий процесс, потому что многие хотели петь, но не все, так скажем, меня устраивали. И вот был важный момент отказа людям. Для вас это просто или не просто сказать? До свидания, вы не подходите. Это очень просто. Очень просто, да. Но просто, но вы знаете, нужно это делать аккуратно очень. Потому что это люди, и я как человек, который предлагает свои услуги, я понимаю, что если моя работа не понравилась, и мне отказывают, я это воспринимаю нормально. Потому что я знаю, что меня ждет, либо да, либо нет. А люди, которые приходят на какие-то там кастинги, прослушивания, естественно, они заведомо уверены, что они подходят. Достойны занять это место. Достойны, да, достойны. Допустим, кому-то кажется, что действительно они достойны, а мне так не кажется. И поэтому приходится, но с тем, кому я когда-то, допустим, сказал нет, потом я приглашал, и мы работали. То есть, и даже бывают такие моменты, что, вот допустим, вы работаете со мной, да, и кто-то еще работает. И мне вам тоже приходится отказываться, понимаете? То есть, вот эту песню будете петь не вы, а вы. Потому что я слышу, что ее голос лучше подходит. Но вы-то эту песню уже знаете, вам кажется, что вы хорошо ее поете. И вы расстраиваетесь. Но ваше расстройство длится недолго, поэтому... Потому что вы мне обещаете, что я в следующий раз спою еще более крутую песню. Безусловно, я выполняю свои обещания. Тем более, мы же не уточняем, когда будет в следующий раз, правильно? И я говорю, еще много вокалистов есть тех, с которыми я не работал. Видел, допустим, как-то был я в одном из наших ночных клубов, да? Я увидел там замечательных вокалистов. Увидел, по-моему, с Лерой Качук я познакомился, в зуме она пела. Просто прилично. И я доволен, что я с ней познакомился. А Люся Алексеенко, наша, знаете, да? Конечно. У нас с ней замечательная история знакомства. Я ей написал в одной из социальных сетей, и она проигнорировала мое сообщение. В течение года оно висело непрочитанным. А потом я вот здесь ее в кафе увидел, и подошел, она сидела. И предъявил претензии? Одна сидела, я отодвинул стул, сел, налил чай себе с ее чайника, по-моему. Она была в недоумении, что происходит. Я говорю, Люся, здравствуйте. Открываем контакт и смотрим мое сообщение. И сейчас она очень рада этому и вспоминает этот момент очень тепло. Да, слушайте, упорство в достижении цели вам не занимать. Конечно, но а как по-другому еще? Но по-другому оно не получится, понимаете, никак. Вы знаете, я хочу рассказать историю знакомства с одним человеком. У нас есть такое, ну, я не знаю, кому-то, может быть, это важно, кому-то не важно. У нас есть такой оркестр, государственный симфонический оркестр кинематографии. То есть каждый советский фильм в конце дирижер С. Скрипка. Сергей Иванович Скрипка, да. Сергей Скрипка. Ну, вот я лично с детства, даже когда еще музыкой не занимался, мне всегда вот это бросалось в глаза. Да, да. Вот это я Скрипка. Мне нужны были ноты, ну, чтобы что-то играть. Когда я вот начинал заниматься музыкой, вы же меня спросили тогда, как вы познакомились с Пахмутой. Я вам рассказал, что я им позвонил, сказал, что я бутенка, у меня нет нот. И они мне, значит, все начали давать ноты безотказно. Особенно Крылатов засылал меня вот до самого последнего дня своими нотами. Ну, он абсолютно безотказный человек. А Скрипка отказал Сергею Ивановичу. Он сказал, что, ну, мы не раздаем ноты. И я очень расстроился, понимаете, потому что все, что мне нужно, есть у него. Значит, он мне отказал. И потом мне один человек сказал, значит, что Сергей Иванович интересуется музыкой зарубежного кино. И я составил, значит, себе короткий, вот прям записал на листок, составил короткую формулировку того, что я хочу сказать. Я позвонил ему, сказал, что здравствуйте, Сергей Иванович, меня зовут Дмитрий Бутенко, я дирижер из Владивостока. Наверное, вы меня помните. У меня есть то, что вам нужно. Через два часа мы с ним уже общались по скайпу и обсуждали то, что нужно ему. И вот, и сейчас мы с ним в хороших взаимоотношениях. Поэтому упорство, наверное, оно помогает. Но зато приятно, когда я, допустим, какие-то аранжировки пишу, отправляю ему, он это играет, и потом я слушаю, как исполняет его оркестр. Конечно, для меня это важно, безусловно. Чтобы закончить наш разговор на несерьезной ноте, вот вы много рассказываете о работе и уверенно посвящаете этому огромную часть своей жизни. Но расскажите, что для вас идеальный выходной? И может ли быть в вашей жизни день, когда вы вообще не касаетесь темы музыки? Вы знаете, конечно, безусловно, есть. Безусловно, есть. Я могу вам рассказать, отдыхать надо. И, конечно, когда концерт проходит, возможно, я имею какую-то возможность отдыха. Потому что для меня отдых – это смена деятельности. То есть если я, допустим, пишу партитуры и работаю с оркестром, это одна деятельность. Это эмоциональная нагрузка, безусловно. А есть еще другая деятельность. То есть я могу заниматься кухней, к примеру. Могу что-то там печь, готовить, да. То есть в отпуске, допустим, в этом году я вообще полностью не занимался музыкой. Просто вот весь август, сколько там месяцев был отпуск, я полностью, ну помимо, допустим, того, что я отдыхал на море, я занимался еще и выпечкой. Ну как, достигли бы больших успехов? Мы сейчас закончим передачу, я вам покажу фотографию, вы поймете всего, чего я достиг. Вы покажете мне восьмиэтажный торт? Да, ну это уже не актуально абсолютно. Хорошо. Вот, поэтому, поэтому, но безусловно, я замечал, что, наверное, знаете, как сказал Никулин, я процитирую его, если ты работаешь на своей любимой работе, значит, ты ни дня в своей жизни не работаешь. Да, да. Поэтому, наверное, ну это интересно, это интересно. А то, что приносит интерес человеку, оно не занимает у него никаких, ну, наверное, таких жизненно важных ресурсов, не забирает, от которых люди устают. Хорошо. Спасибо, что согласились на этот разговор. Было приятно встретиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!